Всем доброе утро. Мы сегодня супер засорим. Сейчас время без двадцати. Нет, полчаса еще. Полдвенадцатого. Я только еще недавно встала, успела сделать только упражнение и собираюсь готовить завтрак. Сейчас попью водички. Вчера наелись баклажанов и мне сегодня прям там все равно чеснок и такой сушничок с утра прям хорошенький. Вот. Здрасте. Так, сейчас решим с девчатами, что... Варюшка пришла, привет. Сейчас решим с девчатами, что будем готовить на завтрак. Я правда вообще не знаю, что я хочу. Вот бы желательно в рот попадать водой. У нас сегодня погода чудесная. Я проснулась, наверное, часов восемь из-за того, что лил дождь не как-нибудь, а просто ливень был. Сейчас я вам покажу тут. Прекратился. И смотрите на небушко. Уже просветы и там и там, но уже ливня нету. А я проснулась, знаете, прям... А у меня форточка вот эта открыта и прям такой шорох. Интересно, голод прям на земле сидит. А, все. Не сидит. Я проснулась, был такой сильный шорох. Прям вообще очень сильный. Дождь еще умел. Блин, встать, форточку закрыть. А у меня еще сегодня кошка фестивалила. С утра, наверное, часов в шести, может, даже с пяти они начали играть. Я даже на время не смотрела. Потом она в комнату, то ей в комнату надо. Так, если пришла, она сейчас ляжет и будет сел в день спать. Что делать? Посмотрим, что у нас есть. И будем готовить. Я вот не знаю. У нас есть и творог есть, и сыр у меня есть. И что бы такого приготовить? Мы, наверное, сейчас сделаем с яиц скрамбл. Как обычно. И я, наверное, сырок себе пожарю все-таки. А то он у меня так давно стоит. Да. Девчата, у них есть плавленый сыр. Поедят еще плавленый сыр. Так что точно сейчас будем делать. Завтрак у нас готов. У девчат просто скрамбл. Сейчас вилочки принесу. А мне еще такой сырочек. Они его не едят. Но если захотят, я, конечно, поделюсь. Но они такой не едят. Хочу попробовать с утра вот эту сладокую штучку поесть. Девчата что-то по чуть-чуть съели. Говорят, очень сладко. Ну вот, мне кажется, с печенькой должно быть. Вот у нас есть простые печеньки. Мне кажется, с печенькой должно быть очень вкусно. Даже не кусочка. Да? Ветер был. Видать, у нас налетело. Всякой ерунды. Надо сегодня Жорика включать. Потому что как-то совсем... Нас дома вчера не было, а позавчера мы убирались. Ну как-то. Как будто мусорная. Так что все. Всем приятного... Ты убиралась. Молодец, ты убиралась. Все, собираемся мы кушать. Вот она девушка к нам идет. Всем приятного аппетита. Вот у нас Жорик уже поубирался. Все поубрал. Я его почистила. Мне так не нравится его эти чистить лапки. На них наматываются волосы. И это вообще капец как неудобно. Занялась стиркой. И пока стирка сейчас у меня стирается, я сяду поработаю. У меня есть один интересный план. Нужно попробовать. Вот. Такие вот дела. Кошка травку ест сидит. Никуська ко мне залезла. Девчата там что-то в комнате занимаются. А я пока... Никого не нужно кормить и ничего не нужно мыть. Позанимаюсь работой. Вот такие вот дела. Погодка вроде бы получше стала. Ну так, облаков... Забыла как правильно. Облачно очень сильно. Но дочь вроде нету. Вот так вообще классно. Душно на улице. И я даже тут окна открывала. Кто-то сетку открыл. Песмухи налетят. Кошка, наверное, лазит постоянно с этой сеткой. Замучила. И на улице 24 градуса. Несмотря на то, что был дождь. Вот и зря Ника убежала. Я-то обратно сейчас сяду. А она за мной. Я туда и на время что-то быстро пролетела. Уже пол третьего. И что-то захотелось обедать. Так, у меня со вчера остались баклажаны. Мне мама взяла сложилые. Говорит, я столько не съем. Так что у меня есть баклажаны. И плюс у меня есть огурчик. Рабовая палочка. Я сейчас сделаю еще спринг роллов. Прям мне они очень нравятся. Я такая... Короче, я хочу их сделать. Ну, я немного сделаю. Плюс у меня остался еще авокадо. Но оно какое-то, знаете, такое... Вроде бы оно спелое. Но вот, видите, я его не могу даже. Нифига оно не спелое, короче. А мне показалось, когда я его разрезала, мне показалось, что оно такое спелое. Но потом я им чуть не подавилась. Оно даже не прорывается. Короче, с авокадо у нас вообще беда в городе. Конкретное. Чтобы найти нормальное авокадо, нужно прям постараться. Оно либо будет черное уже внутри. Если сильно переспелое. Либо будет совсем зеленое. Короче, золотой середины нет. Нужно брать. И чтобы оно лежало дома. Я в монетке брала. И они там вообще вот прям... Мыло-мыло. Ну, ладно. Его есть все равно надо. Будем есть мыльное авокадо. Девчонкам будет каша. Там каша оставалась у нас. Будут кашу доедать. А на ужин уже что-нибудь приготовим. Если честно, вообще не хочется. Поэтому... Будем доедать все, что есть. Так. Угу, 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 угу. Этот раз делал в монетке огурцы. Вот такие вот. Они прям хорошие. Обычно берешь, они уже такие... Еле дышат. А тут они прям... Классные. В общем, заверну пару штучек. Баклажаны доем. И съем несколько спринг-ролов. Чуть я много так нарезаю. Для нескольких это прям много. На штучки три сделать. Так. Огурец. Что-то еще-то надо мне. А, салат мне надо. Где-то не осталось салата. Салат мне с салатом вообще нравится. Когда салатик там прям прям. Все такое зелененькое. Короче, я как будто салат завернул просто в рисовую бумагу. И все. Так. Очень прикольно. Так. Я салат постоянно рву у мамы и постоянно его разрываю там. Потому что у нее там сетки натянуты для арбузов. Ну я пока рву, постоянно зацепляю за них весь салат по рву. Так он очень красивенький. Он такой зелененький. У меня вся опять обрезалась. У меня эта майка, она прям сказочная. На ней видно вообще все. Любая брызга, любое что. Вообще такое. Как будто я прям облилась, а не брызнула на себя. Так. И, наверное, две крабовые палочки. Так как раз будет достаточно. Делаются они очень легко. Кстати, там заворачивают. Кто-то с креветками делает. Я вообще увидела, у корейцев они делают... Не знаю, как он у них правильно называется. Ой, надо сбавить однако температуру. Добавить наоборот. Торт стоял, я поставила 2 градуса. Они берут, нарезают тарелку. У них там всякие овощи. Что там еще? Какие-нибудь грибы, еще что-то. И вот они вот эти спринг-роллы заворачивают и сразу едят. Вот такой есть. Ужин интересный. Так что я практически корейца. И вообще что-то ничего не снимается. Я что-то увлеклась инстаграмом так и некогда даже поснимать. Хотела вам показать прикол. Я тут стираюсь и подъехала мусорка. Сегодня в группе у нас в городской написали по поводу мусора. Я не знаю, должна ли мусорка вывозить этот мусор или нет. Вообще крупногабаритные. Они не обязаны вывозить. Но суть в чем. Смотрите. Я приблизила. Вот стоят бачки и вот огромная куча мусора. Там диван разобранный, какие-то большие доски и куча веток. Но эти ветки, насколько я помню, это были вот здесь перед мусоркой кусты. Их вырубили и туда сложили. И до сих пор они вот такой вот красотой у нас отдыхают. В общем, мусорка, смотрите, чистенькая такая. Они даже вокруг нее походили, пособирали. И вот это вот все лежит. Кто должен это убирать? Вообще непонятно, зачем это туда навалили и кто это должен убрать. В общем, в группе тоже был вопрос по этому поводу и спор, что люди сами свиньи наваливают. Но я знаю, что мусорка не обязана вывозить крупногабаритный мусор. Потому что когда мы даже ломали стены, вот это все убирали, мы туда вообще ничего не таскали. Мы заказывали отдельно машину и это все вывозилось. Но там прям какие-то шкафы разобранные лежат, что-то вообще непонятное. И теперь там просто рядом с мусоркой свалка. Что не может не огорчать. Благо у нас сейчас березки разетовались и нам с окна не очень видно. Вообще я терпеть не могу этот вид. Конечно. А там кто рядом живет, первый этаж и у них как раз вид на эту мусорку. Думаю, ну вообще великолепно. Самое перспективное местечко. Так выглянул с видом на помойку. Не знаю, у нас тут в одиннадцатом нашем вообще ужас творится. Вот эта помойка ужасная. Потом следующая как Варюха в школу ходит. Там вообще пипец просто. Там такой масштаб мусорки сделали. Там прям помойка помоющая. Там все еще раздувает. Валют мимо. И короче там вообще туда... Я не знаю как там люди живут из окна. Вот это все. Это во-первых все ванища стоит. Это все. Вид этот ужасный. Короче никого это особо и не волнует. Экологию нашу тем более. Мы вот сделали свою работу. А остальное знаете как хотите. Хочу сесть за компьютер. Но хочу это прям в больших огромных кавычках. Не хочу я за него садиться. Я не хочу заниматься этой работой. И я это прекрасно понимаю. Но доделать мне прям хочется. Хотя бы вот этот самый важный момент. Постараться доделать. Завтра у меня оплата. И я хотела доделать это. Чтобы у меня... Кошка ты мне сейчас свалишь. Я ничего не придумала. Короче сейчас покажу. Не смейтесь. Кошечка ходит. Пошла траву свою есть. А у меня есть тазик. Это носки. Они у меня никуда не поместились. Я сегодня все понастирала. И сушить негде. У меня все вот смотрите прям все позавешено. И носки думаю ну куда их девать. У меня даже сушилка в ванной вся завешена. И думаю ладно. Носки взяла вот так на бортик тазика. Думаю они все равно высохнут. Боюсь что вот эта вот мадам. Которая решила там посидеть помыть лапки. Это все свалит. Тем более там мухи летают. Она прыгнет за мухой и все. И вот кстати еще мухи летают. Надо ее отсюда. Собралась готовить я ужин. Девчата что-то кашу не хотят доедать. Решили сделать гренки. А еще я вспомнила что у меня есть творог. И сейчас мы что-нибудь с него тоже сделаем. Какие-нибудь вкусняшечки. Что-нибудь на десертик хочу. Сладенького. Так что вот такие вот дела. Я что-то работаю. У меня сегодня не идет. от слова совсем. Я написала 500 символов. И успокоилась. Вот девочка с шариками. Замучила уже всех. Должен он сейчас нагло у меня лопнуть. И кто-то получится. Так вот. Что же сделать с творога такого вкусненького. Я даже не знаю. И самое главное быстрого. Блин. Смотрите. Смотрите. У нас нету. 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 На гренке молока. Никто не сходил. Это очень печально. Ну да ладно. Молоко нам не очень-то и надо было. Творог что-то я купила. И что-то я с ним хотела сделать. О! У нас есть банан. И есть творог. Точно. Я знаю что мы сейчас сделаем. Мы делаем банановые оладочки с творогом. Сто процентов. Сейчас мы в наши яйца чуть-чуть водички добавим. Так как у нас нет молока. Наши гренки. Добавим чуть-чуть водички. Сейчас сначала пожарю гренки девчата. А потом уже сделаю. Сейчас пока жарится первая партия начну делать. Нужно взбить банан. Добавить туда творог. Манную крупу скорее всего будем делать без муки. А еще по плану у меня сегодня было позаниматься. Это прям обязательно. Потому что ножки мои должны быть накачаны. Как я и хотела. Столько классных упражнений нашла. И они прям очень клевые. Потом я по поводу отеков там. За что пойду скажу в аптеку. Нужно купить травку. Травку. Вам тоже наверное покажу. Не знаю. Я на инстаграме в основном показываю. Но вам тоже покажу как я делаю. Короче лед. Я думаю все вообще уже знают этот лед. С ранами. Когда с утра делаешь массаж ледяными кубиками. Вот у меня формочки есть. Можно будет залить. Заморозить. И делать с утра процедуру для лица. Просто. Хотя у меня лицо. Я вот помню как у меня были вот здесь вот эти мешки. Жуткие были вообще. За счет того что я постоянно делаю упражнения. Мне вообще мое лицо очень нравится. Так что. Никаких с утра у меня нету там каких-то отекших глаз. Безумно отекших. Прям чтобы у меня. Вот нависшая века. Вот нужно найти упражнения с нависшим веком. У меня очень страдает. Потому что у меня тип лица такой. У меня нету. Не поднимаются вот так вот. У них даже упражнения которые знаю я делала. Может есть какие-то специальные. Ну которые знаю я в общем не помогла. Банан. Бананы супер переспели. Думаю нам одного бананчика будет за глаза. Я много не буду делать. Иначе у нас как всегда сначала охота. Потом уже как-то всяких сладостей куча. И ничего не охота. Так. Один банан у нас будет. Немного творога. Сейчас все это блендером перебьем. Я сегодня со стиркой с этой заморочилась. Вообще все перестирала. Прям там ничего не осталось. Не знаю как я умудрилась вытаскивать полотенце. И короче забыла. Одно полотенце там посмотрела. Вроде ничего не было. И начала стирать черные вещи. И в общем полотенце мое было светло розовое. И стало такое знаете серо розовый. Такой цвет ужасный. Короче его нужно обучить. И вообще нужно съездить купить полотенце. Хорошее уже. Давным-давно нужно это сделать. Потому что полотенца все такие старенькие. Хотя они хорошие. Но они уже не очень. Так все достаю блендер. Сейчас буду шуметь. Потом покажу что получилось. Поехали. 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 В общем первую партию спекли. Я уже попробовала. Получилось капец какая нежнятина. Прям вообще. Прям в арту рассыпается. Вот такая вот красота. Очень вкусно. И творог чувствуется. И банан чувствуется. Я переставила кстати на маленькую горелку. Потому что они поджарились первые. Классно. Все. Садимся ужинать. У меня дожаривается там последняя партия. Девчата будут есть гренки с сыром захотели. Кашу вообще не хотят. А у меня вчерашние. Мы с мамой ели баклажаны. И вот у меня баклажаны. Лучок я сюда сделала. И посыпала кунжутом и льняным семя. Так. А тут вот. Пожарились. И последняя партия будет скоро готова. Что? Ножичек маленький принести. Всем приятного аппетита. Алёнушка, мы тебя ждем. Решила у нас ванну принять. Такая смешная. Вообще у нее так интересно. Уши придавило. Такая смешная. Решила испытать свои очки. Так как это бассейны. Они все никак не доходят. Оуу, как они запотели. Сейчас искупать. И будем собираться спать. Оу, все. карасик если я дописал уже темно что я так засиделась и еще дети у меня не спят он вообще много символов потому что я больше конечно побольше написал или иначе составлю и там кое-что еще можно писать хотя я уже ничего не хочу написала 3 500 детьми разбесились и разыгрались и нужно их срочно угомонить потому что уже время пол один собираемся собираемся ложиться спать пока пока